Между Грузией и Россией. Как живется бывшему советскому курорту через 20 лет после страшной войны? Абхазия добивается полной независимости, хотя Грузия продолжает считать ее своей. Неизвестная отечественная. Как в первые дни войны советские солдаты били врага на его территории? Румынский городок Килия-Веке на правом берегу Дуная. Именно здесь советский десант захватил свой первый плацдарм. Почти как мафия. Почему коррупция бессмертна даже в самых благополучных странах Европы? Скандал в политических верхах Чехии, приведших к отставке премьер-министра в стране, задаются вопросом, а возможно ли побороть коррупцию? Добрый вечер! Это программа подробности недели и я, ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, по воскресеньям мы расскажем вам о самых важных, ярких, интересных событиях в стране и мире за минувшие 7 дней. Вы слышали уже первые заголовки наших сегодняшних репортажей, но прежде о шокирующей новости, пришедшей сегодня из Пакистана. Пять, по некоторым данным, шесть украинцев стали там жертвами теракта. Это случилось в горном районе Гилгит-Балтистан на севере Пакистана. Трудодоступный район, где нет ни дорог, ни транспорта. Однако, манящие любители альпинизма со всего мира. Здесь находится гималайская вершина Нангапарбат, входящая в первую десятку самых высоких гор в мире и в первую тройку самых труднодоступных и опасных для восхождения. Увы, украинских любителей экстремального туризма, собиравшихся покорить Нангапарбат, смерть поджидала не на маршруте, а в отеле у подножия горы. Минувшие ночью неизвестные вооруженные люди ворвались в гостиницу, вывели туристов на улицу и расстреляли. Погибли, по разным данным, 10 или 11 человек, в том числе пятеро или даже шестеро граждан Украины. Ответственность за теракт взяли на себя сразу несколько экстремистских мусульманских группировок. Как минимум одна из них связана с движением Талибан. Надо сказать, что Гилгид-Балтистан находится в одном из самых неспокойных и небезопасных мест на земном шаре. В Кашмире, бывшем княжестве в Гималаях, которое давно уже разделено между Индией, Китаем и Пакистаном. И уже более полувека является источником конфликтов. Прежде всего, между Пакистаном и Индией. Именно из-за Кашмира вспыхнула первая Индопакистанская война в 1947 году и вторая в 1965. И еще одна сравнительно недавно, в 1999. Горы Кашмира, особенно на пакистанской стороне, на протяжении многих десятилетий пользуются дурной славой, как сущий рай для всевозможных радикальных группировок и просто головорезов. Для одних все иностранцы враги, представители ненавистного Запада. Для других просто легкая добыча. Убийства и похищения западных туристов происходили там в прошлом не раз и не два. Поэтому иностранцам в принципе настоятельно не рекомендуется посещать труднодоступные районы Кашмира. На этот раз не вняли предупреждением и жестоко поплатили за это, к сожалению, украинские граждане. Президент Янукович выразил соболезнования семьям погибших. А премьер Азаров подписал распоряжение о создании межведомственного оперативного штаба по расследованию причин трагедии, а также по оказанию помощи родственникам убитых. Глава правительства пообещал сделать все, чтобы тела погибших как можно скорее были доставлены на родину. Одновременно МИД Украины настоятельно призывает всех украинских граждан, в том числе группы альпинистов, которые готовятся совершить восхождение в пакистанской части Гималаев, отказаться от своих планов и покинуть этот район. К другим событиям недели в нашем следующем сюжете. Президент Януковича с лидерами оппозиции, широко разрекламированное накануне, в итоге, если называть вещи своими именами, не совсем получилось. На нее пришел, после очевидных долгих колебаний, лишь один Арсений Яценюк. Как только стало понятно, что встреча пройдет в формате, который кто-то из наблюдателей язвительно назвал «ходоки у Ленина», то есть во встрече будут участвовать не только лидеры Батьковщины «Удары и Свободы», но и прочих фракций, в том числе правящей партии. Причем не президент придет на круглый стол, который проводится в парламенте, или где-то на нейтральной территории, как это принято в подобных ситуациях на Западе, а руководители фракций пойдут в гости к президенту. Тот же Виталий Кличко категорически отказался принимать в этом участие. А вскоре к нему присоединился и Олег Чегнебок. Яценюк же долго думал и явно медлил с решением. В итоге Арсений Петрович решил все-таки совершить вынужденное паломничество на Банковую при всех очевидных рисках для своей репутации. Несмотря даже на то, что и Юлия Тимошенко призывала к публичной дискуссии в формате круглого стола. Многие наблюдатели наверняка подумали, что в очередной раз перевесило давно заметное желание Яценюка быть первым в тройке оппозиционных лидеров. Но, с другой стороны, диалог всегда лучше его отсутствия, а какой-то диалог между ним и президентом все-таки состоялся. В том числе на такую деликатную тему, как судьба самой Юлии Тимошенко. Питание по наданию возможности Юлии Тимошенко отримать належную медичную допомогу за кордоном рассматривается. И он про это заявил. Он сказал, что все возможно. От него упереджения в вопросе Тимошенко нет. Очевидцы говорят, что все прошло весьма корректно. И теперь не исключено, что президент встретится с лидерами оппозиции, как это принято в демократических странах Запада, в стенах парламента. Или, допустим, поприсутствует на заключительном засердании нынешней сессии Верховной Рады. На Банкове говорят, якобы условие одно, чтобы депутаты вели себя прилично и не превратили бы все мероприятие в очередную шумную антипрезидентскую демонстрацию. Януковича тоже понять можно. Ни один политик в мире не хочет помогать организаторам собственной публичной полки. Тем временем на минувшей неделе явно продолжались активные дипломатические маневры вокруг дальнейшей судьбы Юлии Тимошенко. В пятницу в Киев неожиданно прилетел министр иностранных дел Германии Гида Вестервелли. После встречи с Виктором Януковичем он заявил буквально следующее. Я открыто сообщил президенту, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией с госпожой Тимошенко. А также отметил, что немецкие предложения в части медицинского обслуживания и лечения ее в Германии остаются в силе. А еще подчеркнул, что мы будем и дальше работать над решением этого вопроса. Лидер регионала в парламенте Александр Ефремов также подтвердил, что юристы работают над тем, как отправить Тимошенко на лечение за рубеж. Он сообщил, что условием отъезда опального экс-премьера может стать погашение ею убытков государства, которое оно понесет в связи с расчетами с Российской Федерацией. На этой же неделе стало известно, что бывший председатель Европарламента Кокс и экс-президент Польши Квасневский, которые, по сути дела, уже год занимаются челночной дипломатией между Киевом и Брюсселем по поводу судьбы Тимошенко и совсем недавно приезжали в Украину, вновь прилетят в Киев на следующей неделе. А в СМИ неожиданно появились сообщения, будто последний, внеплановый визит немецких врачей из клиники Шарите, который состоялся в минувшую пятницу, закончился едва ли не скандалом. Источники в ЦКБ номер 5 в Харькове, где лежит Тимошенко, утверждают, будто берлинские медики жестко ставят вопрос об ухудшении состояния пациентки, а представители украинского Минздрава их не слышат. В дипломатических же кругах говорят, что у европейских политиков растет желание удержать Украину на пути евроинтеграции и, соответственно, стремление сделать все, чтобы снять проблему Тимошенко, которое может стать самым серьезным препятствием к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Вильнюсском саммите в ноябре. В Турции продолжаются гражданские протесты. Несмотря на то, что турецкий премьер Эрдоган заявил, будто правительство и народ страны одержали победу в борьбе с предателями и заговорщиками, а полиция арестовала не менее 130 человек, противники курса на дальнейшую исламизацию страны продолжают выходить на улицы Стамбула и других турецких городов. На минувшей неделе распространилась новая форма протеста. Люди просто молча сидели и стояли на площади Токсим, к чему полиции было крайне трудно придраться. Власти же, между тем, не скрывают, что намерены использовать против гражданских активистов жесткое антитеррористическое законодательство, пообещав приравнять демонстрантов к террористам. Это означает, что в Турции могут состояться показательные политические судебные процессы. Между тем, в местной прессе на этой неделе были опубликованы результаты опросов, свидетельствующие о том, что почти две трети граждан страны выступают за то, чтобы сохранить парк Гизи в Стамбуле, из-за намерения властей уничтожить который и вспыхнули массовые протесты. Кроме того, социологи констатируют, что поддержка премьера Эрдогана стремительно падает. Немногим более 30% опрошенных поддерживают предложенный Эрдоганом план перехода к президентской республике, который фактически означал бы усиление его власти и продление полномочий. В Европе же заговорили о том, что в ответ на жесткие действия турецких властей по отношению к оппозиции, идущие вразрез с общепринятыми европейскими ценностями, может быть заморожен давно ведущийся процесс переговоров о присоединении Турции к Евросоюзу. В продолжение темы массовых гражданских протестов обратимся к событиям в Бразилии. Мы-то с вами раньше думали, что футбол это главная религия бразильцев, и в предскушении предстоящего там в будущем году чемпионата мира по футболу бразильцы пребывают в состоянии перманентного счастья. И вдруг выяснилось, что гигантские расходы на строительство новых и реконструкцию существующих стадионов вызывают у множества граждан колоссальное недовольство. И вот оно, наконец, выплешнулось на улице, да с таким размахом, что, как говорится, площадь Токсим отдыхает. Из Сан-Паулу, где на минувшей неделе произошли самые массовые беспорядки, передает наш специальный корреспондент Андрей Цыплиенко. Здесь все смешалось, как на красочном бразильском карнавале. Футбол, политика и даже цены на проезд. На улицы вышли сотни тысяч людей. Правда, на этот раз вместо фейерверков горят коктейли Молотова, а вместо зажигательных танцев не менее темпераментные стычки с полицией. Вот такой он нынешний футбольный, или точнее, антифутбольный бунт. Демонстранты штурмуют здание Конгресса и уже внутри парламента вступают в потасовку с полицейскими. На улицах много раненых, есть даже один погибший. Миллион человек участвуют в акциях протеста, которую сами ее участники называют революцией. Не надо ехать в Рио-де-Жанейро, революция у нас. Я не понимаю, почему здесь собираются проводить чемпионат мира по футболу. Но началось все не в Рио, городе вечного праздника, а в Сан-Паулу, центре всей бразильской экономики. Именно здесь мэр города решил поднять цены на проезд в общественном транспорте на 20 центавос. Это примерно гривна. Хотя и до повышения пассажиры уже платили 3 реала, то есть больше 10 гривен. Дело не в 20 центаво, а в наших правах. Мы хотим достойной жизни и хотим, чтобы Бразилия стала лучше. Оказалось, стать лучше Бразилии мешает спорт в целом и футбол в частности. В следующем, 2014 году, здесь принимают чемпионат мира. А еще через два года Олимпийские игры. Оба события по замыслу властей должны символизировать триумф страны, прорвавшейся в десятку мировых экономических лидеров. На строительство спортивных объектов уже ушла астрономическая сумма 26 миллиардов долларов. А в казне, говорят, нет денег на здравоохранение и образование. Вот и пытаются тысячи людей заставить власть имущих отказаться от футбола. Мы не против футбола, мы против огромных сумм, которые тратятся на чемпионат. А могли бы пойти на медицину и образование? То, что финансовое бремя чемпионата ляжет на плечи рядовых граждан, ясно и ребенку. Мы хотим, чтобы улучшилось здравоохранение, чтобы стоимость проезда в транспорте снизилась. В Сан-Паулу власти пошли на уступки. Повышение тарифов отменили. Но волну протестов уже было не остановить. Эти люди хотят большего. Отправить в отставку президента Дил Мурусев. Экономика и политика все нужно менять. Это касается не только Бразилии. Весь мир находится под тиранией. Но теперь все меняется. И во всем мире люди пытаются сбросить тиранию. Страсти наколились в четверг, когда в Рио толпа демонстрантов подошла к знаменитому стадиону Маракана, где сборные Испании и Таити сражались за Кубок Конфедерации. Настоящее сражение произошло за пределами футбольного поля. Толпу встретил полицейский спецназ. Служители порядка полетели к камне. Те ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом. Мы остановились перед префектурой и ничего не делали, как вдруг полицейские вылетели на лошадях прямо на нас. И теперь смотрите, что с нами происходит. Исход сражения казалось, выиграла кавалерия. Сейчас конная полиция готовится выдвигаться к площади Анием Багау, тому самому месту, где и началась нынешняя бразильская футбольная революция. Конные патрули очень эффективные. Люди, завидев всадников, отступали. Функция полиции не воевать, а использовать психологический фактор. Патрульный на лошади выше демонстрантов, и подсознательно людям кажется, что он сильнее. Но даже полк всадников не может справиться со стотысячной толпой. В Сан-Паулу демонстранты пробили полицейский кордон перед префектурой, а заодно и подожгли передвижную студию крупнейшего бразильского канала Глоба. Сейчас демонстранты перекрыли улицу 23 мая. Это одна из самых главных улиц Сан-Паулу. А в окнах соседних домов мерцает свет. Это значит, что люди там поддерживают манифестантов. Когда в Сан-Паулу начали громить и грабить магазины, президент страны Дил Марусев решила наконец прервать свое молчание. Моя обязанность как президента страны слышать голос улицы и вести диалог во всех сферах в рамках закона и порядка, которое не противоречит принципам демократии. Кажется, народ так и не понял месседж своего президента. Протесты продолжаются. Их символом стала маска Гая Фокса, человека, попытавшегося взорвать английский парламент. Правда, эта женщина никого взрывать не собирается. Это маска, символ неподчинения власти и сопротивления. Президент Дилма все наврала, она ждала от нас агрессии, но бразильцы мирные люди. Очень помогли игрой Кубка Конфедерации, ведь к нам присоединились футбольные болельщики. Демонстрации отличный фон для проведения Кубка. Многие футболисты поддержали уличные протесты, а ключевой матч турнира бразильская сборная выиграла в субботу у итальянцев. 4-2. Те, кто против футбола, ликовали не меньше ярых фанатов. Да, это победа не только футбольная, это победа всего народа. Мы победили. До победы пока что далеко. Правда, теперь демонстранты стали более миролюбивыми. Они периодически усмиряют свой пыл, громко скандируя без вандализма, без вандализма и продолжают перекрывать улицы. Вам демонстрация не мешает. Не мешает, если она без вандализма, если проходит мирно. В таком случае я на стороне демонстрантов. Мирная демонстрация разбудила эту бездомную пару. Не мешает ли демонстрация спать? Нищая не в обиде. За нарушенный сон она получила от демонстрантов 10 реалов. А значит, хотя бы у одного человека в Бразилии благодаря протестам жизнь уже наладилась. Андрей Цеплиенко, Анна Боль, Владимир Дедов, Сан-Паулу. Подробности недели телеканал Интер. События в Бразилии любопытный пример того, как порой само по себе пребывание у власти политика левого толка абсолютно не гарантирует решение острых социальных проблем в стране. Во что на самом деле свято верят многие поклонники левых и коммунистических идей. Вот и бразильский президент Дилма Русеф известна своими левыми взглядами. Она родом из семьи болгарских эмигрантов. Ее отец Петр Русев был активным членом Кумпартии Болгарии, которая в предвоенные годы подвергалась гонениям и ему пришлось спасаться бегством за океан. Сама же Дилма Русеф во времена военной диктатуры в Бразилии даже участвовала в вооруженном подполье, попала в тюрьму, подверглась там пыткам. Но одно дело исповедовать левые убеждения, а другое руководить страной. Иногда личные взгляды политического деятеля вступают в конфликт с обстоятельствами реальной политики, которая, как известно, искусства возможного. Отличной иллюстрацией этого знаменитого тезиса является то, как складываются в последнее время отношения между Россией и крупнейшими странами Запада, входящими вместе с ней в большую восьмерку G8. Все чаще мы видим, что даже личные отношения между президентом России и Владимиром Путином и лидерами других стран восьмерки охладевают. Скажем, фотография, сделанная на очередном саммите G8, который состоялся на минувшей неделе в Великобритании, на североирландском курорте Лох-Эрн, запечатлевшая Путина и Обаму с кислыми физиономиями после очередного раунда напряженных переговоров, явно не доставивших ни одному из президентов никакого удовольствия, обошла весь мир. Она стала символом растущей напряженности между Россией с одной стороны и США и Западной Европой с другой. С уходом Шрёдера, Буша, Берлускони среди западных лидеров практически не осталось людей, которые бы испытывали к Путину личную симпатию. Но личная симпатия одно, а политика другое. Не считаться с такой силой, как современная Россия, даже если ее лидер тебе не симпатичен, не может позволить себе ни один ответственный политик на Западе. Вот и на нынешнем саммите пришлось считаться. Изначально было понятно, что наиболее острые разногласия возникнут по главному пункту повестки дня. По ситуации в Сирии Запад склоняется к тому, чтобы начать оказывать военную помощь сирийской оппозиции и добиться отстранения от власти сирийского президента Башара Асада. Россия категорически противостоит этому. Что подтвердилось буквально накануне начала саммита, когда в Лондоне британский премьер Дэвид Кэмерон и Путин встретились, чтобы обсудить ряд вопросов, а затем вышли к журналистам. Давно мы не видели Путина таким откровенно раздраженным. Вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но скрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Из-за очевидных разногласий по сирийскому вопросу один из участников саммита, канадский премьер Стивен Харпер, сказал даже, что встреча восьмерки проходит в формате 7 плюс Россия. До какого-то момента казалось, так оно и было. Напряженность подогревалась разного рода утечками в прессу. Например, о том, будто американская делегация задолго до начала саммита забронировала спортивный комплекс отеля, где проходила встреча, в свое эксклюзивное пользование и отказалась уступить хотя бы часть времени русским, и теперь большому любителю плавания Владимиру Путину придется разве что пользоваться ледяными водами озера Лохерн. Но в последний день саммита лидерам восьмерки удалось кое-как растопить лед. И в итоге голосами всех участников, включая Путина, было принято компромиссное коммунике по Сирии, где уже не было жестких формулировок, против которых категорически возражала Москва. В частности, требования ухода сирийского президента. Видимо, для того, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре, многие заговорили о том, что, мол, ну, сирийский вопрос был на самом деле не таким уж важным, просто вокруг него было слишком много эмоций. А главное достижение саммита, это договоренности о борьбе с офшорами и уходов от налогов, которые, где были поддержаны единодушно. Но, как говорится, осадок остался. Не случайно, буквально через день, когда Барак Обама приехал в Берлин, чтобы выступить у Бранденбургских ворот с программной речью, все дружно вспомнили такие же выступления на том же самом месте великих предшественников Обамы, Джона Кеннеди и Рональда Рейгана речи, которые вошли в историю как важнейшие эпизоды холодной войны между Востоком и Западом. Да и Обама в своем выступлении перед Бранденбургскими воротами тоже призывал Россию к дальнейшему сокращению стратегических ядерных арсеналов. Еще посмотрим, чем в итоге на это ответит Москва. Еще один вопрос, обсуждению которого нашлось время и место на саммите Восьмерки, проблема Нагорного Карабаха, о которой мы подробно рассказывали в одном из недавних выпусков нашей программы. Президенты трех стран, являющихся сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта США, Франция и Россия приняли на саммите Восьмерки очень жесткое заявление, где фактически прямо обвиняют стороны конфликта в том, что они вместо поиска компромиссов и взаимовыгодных решений продолжают стремиться к получению односторонних выгод. Впрочем, именно такая ситуация характерна практически для всех замороженных конфликтов, с которыми, я напомню, в нынешнем году приходится больше обычного иметь дело украинским дипломатам, потому что Украина в этом году председательствует в ОБСЕ. Наш специальный корреспондент Роман Бачкала продолжает серию материалов из зон этих самых замороженных конфликтов. На сей раз его репортаж из самопровозглашенной республики, независимость которой, в отличие от никем не признанного Нагорного Карабаха, признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой и еще тремя крошечными государствами в далекой океании Науру, Вануату и Тувалу. Эта страна Абхазия. Это не криминальные разборки и не отголоски войны. Это настоящая абхазская свадьба. Столам конца края не видно 2000 гостей пир на весь мир. Свадьба в Абхазии дело святое. На время торжеств никаких конфликтов. Но то, о чем позабыли сегодня, вспомнят завтра. Абхазия остается спорной землей. Мы в ее столице Сухум. От грузинского окончания и абхазцы отказались. Все время галины. Сейчас гал. Ворчали. Сейчас ворчал. Война 20-летней давности напоминает о себе повсюду. Продырявленные стены, брошенные дома. Что делать с разрушенным правительственным дворцом? Все никак не решат. То ли восстанавливать, то ли сносить. Были убитые, короче, там вот валялись там грузины площади и здесь у входа. Этнический конфликт, легший еще в советские годы, обострился в феврале 92-го. Грузия с авгосударством отменила автономный статус Абхазии. В ответ местный верховный совет объявил о независимости. Попытки урегулировать спор мирно провалились. Вот пошли пули, снаряды и танки. Это наши братья, которые в голову сложили здесь их двое. снаряды. Этот боевой мурдир, чем воевали. Вначале, имевшие превосходство военной силе грузины, на некоторое время взяли Сухум, вспоминает Терриэл. На стороне абхазцев тогда сражался даже чеченский отряд Шамиля Басаева, впоследствии известного как террорист номер один в России. Мы хотели одно, и бить независимым. Всего в той войне погибло не менее 8 тысяч человек, примерно поровну с обеих сторон. Впрочем, в конфликте была и третья сторона. Россия занималась эвакуацией населения и выступала посредником в прекращении огня. С 2008 года именно Россия, наряду с Никарагуой и Венесуэлой, признает независимость не признанного остальными государством. Самая великая страна Россия признала независимость. Грузия продолжает считать Абхазию своей территорией. Отношения заморожены, вплоть до транспортных. Эта железная дорога ведет на Тбилиси. До войны поезда здесь бегали каждые 5 минут. Зато на Абхазском побережье сегодня повсюду стройка. Инвестора заманивают самыми низкими налогами в СНГ. Крупнейший проект – новая трасса Сухум-Адлер. Работу финансирует Россия в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи. На Абхазию России большие планы. Предполагается, во время игр часть гостей примет Сухумский аэропорт, тоже отстроенный за российские деньги. У нас куча проблем, которые мы с помощью наших друзей решаем и будем решать. И решим, заверяю вас. Повсюду российские рубли и российские военные. Они охраняют границу с Грузией. С Россией разрешено двойное гражданство. Пустые полки остались в прошлом. Вот Россия обеспечивает нас. Очаг напряженности – Гальский район. Единственный в республике, где этнических грузин больше, чем абхазцев. Конфликт здесь вновь вспыхнул в 98-м. Выбитые окна – верный признак. Тут жила грузинская семья. На грузинском мы еще разговаривают? Между собой, да. С подругой можно и с нашей ночью. Нана – грузинка, но говорит об этом, словно стесняясь. Никогда не говорили, что русская, абхазская, украинская насчет нации ничего не говорили. А сейчас? Сейчас тоже не говорили, все равно же трудно, все равно же война была. Радость независимости для одной половины населения Абхазии стала трагедией для другой. 250 тысяч человек – это каждый второй житель на тот момент. Покинули свои дома, бежали в соседнюю Грузию. До границы отсюда 5 километров. Но чтобы попасть на ту сторону, нам понадобится двое суток. Попасть из Абхазии в Грузию можно только через Россию. Но и с россиянами у грузин отношения не сахар. Действует всего один пограничный пункт – Верхний Ларс, Северная Осетия. Отсюда машиной добираемся до Тбилиси, а дальше – поездом до Зургиди. Повсюду вдоль границы поселки беженцев. В этом, под Схоэцери, живут бывшие сухумцы. Родная для них Абхазия совсем близко, но ее не увидишь за этой горой. Тянем, тянем свою орбу. Куда нам еще деться? В столице Абхазии Рулан работал шеф-поваром. Теперь выращивает кор в квартире, которую кто-то бросил. На пособие беженца не протянешь. 28 лари в месяц – 150 гривен. Он уверен, жизнь могла сложиться иначе, если бы не... Война! В этом здании, в центре грузинской столицы, действует так называемое правительство Абхазии в изгнании – прогрузинское. Но сегодня эта ситуация сложная, тупиковая. Без восстановления отношений с Россией эту проблему решить будет трудно. Новое правительство Грузии во главе с Бедзином Иванишвили во многом не сходится с президентом Михаилом Саакашвили. Но непреклонность в Абхазском вопросе их объединяет. Мы заботимся о возвращении территорий. Через несколько лет все восстановим. Москва тоже непреклонна. Россия сделала тот шаг, который привел к признанию независимости Южной Осетии и Абхазии. Я не представляю себе обратного шага. Я просто его не представляю. Грузия понимает, что Россия не может отозвать признание Абхазии и Южной Осетии, понимает интерес. Россия понимает, что Грузия, любой грузинский политик, который завтра скажет, что это не наша территория, он закончится как грузинский политик. В самой же Абхазии надеются, что не станут разменной монетой в игре между двумя соседями. Здесь уже выросло целое поколение тех, для кого Грузия другое государство, а грузинский язык чужой. Точно так же молодые абхазские грузины из семи беженцев по другую сторону границы знают о родине только по рассказам родителей. Роман Бачкала, Василий Миновщиков. Подробности недели. Телеканал Интер. Вчера на календаре было 22 июня. Даже для людей моего поколения, родившихся после войны, день особый. Ведь годы нашего детства от начала войны отделяла совсем короткая временная дистанция, каких-нибудь 5, 10, 15 лет. Расстояние в истории сопоставимое, скажем, со временем прошедшим после Майдана или после повторных выборов Кучмы в 99-м. И уж точно меньшее, чем время прошедшее, скажем, со дня провозглашения Украины государственной независимости. Взрослые вспоминали войну, как что-то случившееся совсем недавно. И нам тоже начинало казаться, что это все мы тоже пережили. В том числе и катастрофу 41-го года. О первых днях войны мы всегда вспоминаем как о страшном времени, когда люди просыпались на рассвете от неожиданных бомбардировок и обострелов. Когда ничего не подозревающие мирные горожане, переселившиеся на лето в деревне, вдруг сталкивались нос к носу с передовыми немецкими частями. Когда танковые клинья вермахта, как сквозь масло, проходили через неподготовленные рубежи обороны Красной Армии и стремительно шли дальше на восток. Когда были миллионы пленных, тысячи разбитых орудий, сожженных танков и самолетов, уничтоженных гитлеровской авиацией на аэродромах еще до того, как они смогли взлететь. Но в действительности и в июне 1941-го были не только унизительные поражения, не только трагическая гибель десятков тысяч человек, но и героические случаи, когда командиры отдельных частей и соединений умудрялись не только держать оборону, но и проводить наступательные операции. Один такой эпизод произошел на самом юге Украины, буквально на третий день войны. Подробнее эту историю расскажет наш одесский субкор Андрей Анастасов. Первый день войны устье Дуная. На границе с Украиной румынские войска, союзники Гитлера, загнали в ловушку советский военный флот, обстреливая со своего берега. Рано или поздно это закончилось бы гибелью кораблей. В срочном порядке советское командование разрабатывает план высадить на вражеской территории десант и обезвредить противника. Для начала войны, когда по всем фронтам Красная Армия отступала, это было неслыханное по дерзости решение. Ураг, конечно, не ожидал такого действия со стороны советских войск здесь на юге, тем более они рассчитывали на элемент внезапности. И вдруг фактически все сражение переросло в встречный бой. Историки отмечают удивительную слаженность действий красноармейцев. В операции участвуют три рода войск. Дунайская военная флотилия контр-адмирала Абрамова 79-й погранотряд подполковника Грачева и 51-я стрелковая невизия генерал-майора Сирульникова. Под прикрытием артиллерии основной десант должен был выйти из украинского города Килия в румынский городок Килия-Веке. Именно там, на правом берегу Дуная укрепился опорный пункт противника. Операция началась в ночь на 26 июня. На малых оборотах, не нарушая предрассветную тишину, колонна кораблей выдвинулась к румынскому берегу. Как по заказу, погода была на стороне красноармейцев. На реке стоял густой туман, который скрыл десант от вражеских часовых. В итоге противник был застегнут врасплох. От неожиданности солдаты буквально разбежались по камышам. Из непосредственных участников операции в живых уже никого не осталось. В Килия-Веке мы разыскали только очевидцев среди местных жителей. В июне 41-го Константину Бобышу было 17. Больше всего ему запомнилось, как под натиском советского десанта сдавались в плен румынские солдаты. А это более 700 человек. Все сдались. Сначала пытались бежать, это из плавних камышах, но далеко уйти не могли. Кругом ведь вода, озера, болота, протоки. Вот и вынуждены были выходить с поднятыми руками. В создавшейся панике противник потерял более 200 солдат и офицеров убитыми. Среди десантников погибли 5 человек. На улицах и в переулках Килия-Веке бойцы не встретили особого сопротивления. Лишь с местной колокольни по ним строчил пулемет, но его быстро нейтрализовала артиллерия. Под куполом здесь до сих пор видны следы разорвавшегося снаряда. Кое-где еще были слышны выстрелы, но в принципе красноармейцы уже полностью контролировали город. В общей сложности здесь, на румынской территории, был захвачен плацдарм длиной 70 и шириной 3 километра. А на колокольне церкви святых архангелов Михаила и Гавриила водрузился красный флаг. Еще один очевидец тех событий, но уже с украинской стороны, Николай Дичев. Будучи ребенком, уникальную операцию он наблюдал с нашего берега. А когда вырос и стал художником, запечатлел на картинах. Вот вам, пожалуйста, операция Килия-Веке, как говорится, уже с натуры. Коренной килийц рассказывает о малоизвестных фактах дунайского десанта. Например, то, что в операции участвовали местные жители. Ли-Па-Вани, потомки переселившихся сюда староверов, показали военным, с какой стороны и без лишнего шума можно подойти к вражескому гарнизону. Заслуга наших гражданских лиц почему-то умалчивается. В основном это были рыбаки, которые знали дельту Дунай и все его протоки досконально. И они участвовали в этой операции. В качестве разведчиков, проводников, некоторые погибли. Сразу после захвата советскими силами важного плацдарма, румынские войска предпринимали ожесточенные попытки отбить территорию, но безуспешно. И лишь спустя три недели после особого приказа командования, красноармейцы оставили занятые участки из-за опасности оказаться в окружении. Но задачу свою к тому времени они уже выполнили. Дунай был открыт для советского флота, а Одесса и Севастополь в условиях сдерживания врага на южном фланге смогли подготовиться к затяжной обороне, что в дальнейшем повлияло на ход войны. Если бы не было этого контрудара, то враг в течение нескольких дней был уже под Одессой. И причем Одессе, как к одному из пунктов снабжения в будущем штурма территории Крымского полуострова, противник уделял первостепенное значение. Сегодня участникам героического десанта в Келье установлен памятник. В скульптурной композиции представлены три рода войск. Моряк, пехотинец и пограничник. Тогда на берегах Дуная для солдат это была первая победа в первые дни войны. И естественно, никто из них не предполагал, что главную победу придется приближать еще долгих четыре года. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности недели. Телеканал Интер. Украина. Румыния. Сегодня, спустя более семидесятилетий после начала войны, отношения между Россией и Германией едва ли не самые лучшие. Особенно, если сравнивать, скажем, с отношениями между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Лондоном, Москвой и другими столицами стран-восьмерки, о проблемах которых мы сегодня уже говорили подробно. Но даже между Меркель и Путиным нет-нет, да и проскочит какая-нибудь искра. Нечто подобное случилось на днях, когда Меркель была в Петербурге, вместе с Путиным собиралась открывать выставку произведений древнего искусства бронзового века в Эрмитаже. Неожиданно появилось сообщение, будто канцер отказалась туда ехать, потому что планировала в своей речи на церемонии открытия затронуть тему трофейного искусства, и ее называют также проблемой перемещенных ценностей. А в экспозиции выставки чуть ли не треть экспонатов трофеи победителей в минувшей войне. Организаторы же якобы заявили, что вступительных речей не предусмотрено. Вот Меркель и обиделась. Потом все обернулось благополучно. Путин и Меркель на выставке побывали, речей не произносили, но опять же осадок остался. Перемещенные ценности оказались и в центре другого музейного конфликта, о котором мы обещали рассказать вам еще в прошлый раз. Кстати, одна из сторон конфликта все тот же Эрмитаж. Вторая сторона – Московский музей имени Пушкина. Яблоко Раздора – уникальная коллекция картин, точнее то, что когда-то было двумя коллекциями. Точно так же, как сегодня в Киеве есть музеи, которыми столица Украины обязана знаменитым меценатам прошлого, купцам Терещенко и Ханенко, так и в Москве были выдающиеся собиратели искусства, коллекции которых стали после революции музеями. Потом случилось так, что часть этих собраний осталась в Москве, а часть попала в Питер. Все увлекательные подробности музейно-исторического детектива в сюжете нашего московского корреспондента Аллы Щелочевой. Художественный скандал между Москвой и Петербургом начался в прямом эфире на глазах у всей страны. О том, что Эрмитаж должен вернуть в столицу уникальную коллекцию, директор музея Мини Пушкина Ирина Антонова сказала сразу самому Путину во время его общения с народом. На таких прямых линиях случайностей не бывает. Согласны ли вы рассмотреть вопрос о возвращении этой части, восстановлении этого музея? Я, разумеется, поддержу любое решение, связанное с возрождением музея. История этого музейного вопроса печально и запутана. Когда в Европе еще не понимали постимпрессионистов, в царской России два мецената Иван Морозов и Сергей Щукин уже собирали полотна Матисса, Пикассо, Сезанна и Ван Гога. Если увидев картину, ты испытываешь психологический шок. Покупай ее. Таков был девиз. Биограф Щукина, искусствовед Наталья Семенова до сих пор поражается чутью и вкусу коллекционеров. Сейчас именно это искусство самое дорогое на рынке. Там Матис, Пикассо, это десятки миллионов, там уже к ста миллион. Но тогда, после революции, большевики не церемонились. Собрание конфисковали и все шедевры оказались под одной крышей. В этом московском особняке мецената Ивана Морозова и размещался музей нового западного искусства. Пока в 48-м году его не ликвидировали приказом Сталина как рассадник низкопоклонства перед упаднической буржуазной культурой. Именно тогда, 65 лет назад, картины и поделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем. Времени на спасение коллекции у двух директоров было в обрез. Сортировали хаотично, но самое авангардное все-таки старались спрятать подальше от Кремля. Они сидят в белом зале. Еще очень смешно, что Арбели, а тогда был директор Меркуров, они два армянина, и вот они такие седобородые старцы, восточные. И вот такая шутка говорила, это тебе, это мне, это тебе, это мне. Вот так они делили. Это нигде не пишется, но это абсолютно известно, что часть вещей могли просто физически уничтожить. Ну, конечно, бы они уничтожили комбистического Пикассо. И вот теперь, чтобы восстановить музей нового западного искусства в Москве, из Эрмитажа предлагают изъять спасенные им 400 полотен. Но это не смущает Ирину Антонову. Она настоящая железная леди музейного дела. Ей 91 год, 50 с лишним, руководит Московским музеем имени Пушкина. Ирина Антонова привыкла решать вопросы напрямую с первыми лицами страны. Она уверена, вернуть картины из Петербурга в Москву – отличная идея. Мне это решение представляется правильным. Потому что действительно уничтожен, потрясающий, фелиминальный, гениальный музей в Москве. Эрмитаж ничто не может нарушить. Вот он, он великий музей с коллекцией, без этой коллекции. Это великий музей мира. К такому повороту явно не готов директор Эрмитажа Михаил Петровский. Он не меньший авторитет в своем деле. Возглавляет Эрмитаж уже 20 лет. Причем сменил на этом посту своего отца. Вот такая музейная династия. Коллеге из Москвы Петровский ответил резко и категорично. Коллекцию не отдаст. Он находится в 21 веке. Этот базарный подход, кому что принадлежит, совершенно не годится для искусства. Вся сложность и неприятная ситуация, чтобы призыв к начальникам. Начальник решит, мы тут не можем решить, барин пусть решит. Это плохой рецепт. Оставить постимпрессионистов в покое, а значит в Петербурге, требуют и чиновники из Смольного, и даже футбольные фанаты Зенита. Под обращением собрали десятки тысяч подписей. За Эрмитаж вступились и многие знаменитые петербуржцы. Когда изымается какая-то часть из коллекции того или иного музея, музей становится неполноценным. В данном случае коллекция нового западного искусства, она вросла своими корнями в Эрмитаж. И тут уже ничего не сделано. Практически все музейное сообщество России заняло сторону Эрмитажа, опасаясь принципа домино. После войны музеи СССР были разорены, их коллекции создавались заново. Если запустить обратный процесс, многие могут остаться с голыми стенами. Но нынешний спор, похоже, не только ради исторической справедливости. Версий несколько. От анекдотической, мол, влиятельной московские политики-петерцы хотят видеть у себя под боком знакомые с детства шедевры. Да прозаически убедительной. Москва просто рассчитывает заработать деньги. Не версия, а факт, что Москва отстает от Петербурга по количеству туристов. Это экономический вопрос. Пока музей решили восстанавливать виртуально, Эрмитаж и Пушкинский будут устраивать совместные выставки картин из бывших собраний Щукина и Морозова. Ну а музейный скандал, как минимум, подогрел интерес публики к великим произведениям живописи. Алла Щелыч, Валик Неведонский. Подробности недели. Российское бюро. Телеканала Интер. Громкий скандал в Чехии, который стал одной из топ-новостей в мировой прессе. В нем замешаны уже бывший премьер-министр страны, его жена, любовница, военная разведка и депутаты парламента. Чехов потряс арест руководителя аппарата правительства. К тому же сердечной подруге премьера, которая не только отдавала распоряжение военной разведке следить за женой босса, но и подкупала депутатов парламента, предлагала им высокие посты в государственных структурах в обмен на сложение из себя депутатских полномочий. Во время рейдов полиции в здание правительства, Пражскую мэрию, Министерство обороны и в квартиры чиновников были изъяты 8 миллионов евро наличными и 10 килограммов золота. Впрочем, это уже не первый коррупционный скандал в Чехии, тем более в Европейском Союзе. Коррупция в достаточно благополучных странах. Почему она существует там? Так ли ее трудно оскоренить? Или без взяток никак? Ответы искала Анна Гороженко. Чехия – рай для туристов и коррупционеров. Ежегодно здесь происходят скандалы. Арест очередного проворовавшегося чиновника подобен театральному представлению. Но, несмотря на позор или тюремное заключение, коррупционеров меньше не становится и зрители в ожидании очередного спектакля. Эти туристы, приехавшие в Прагу, участники экскурсии по местам проживания взяточников. Коррупционный тур, первый и пока единственный в мире, уже полгода существует в Чехии. Стоимость 630 крон, это 260 гривен. За два часа экскурсии можно узнать все коррупционные схемы, а также вдоволь посмеяться под окнами мздоинцев, ведь их жизнь – сплошной анекдот. В этом доме неделю назад был рейд полиции. В рамках последнего скандала его собственника называют чешским Аль Капоне. В стране все знают это имя – Роман Янушек. Это главный монумент коррупции здесь, в Чехии. Роман Янушек, а рядом еще один коррупционер – Ярослав Двожек. Эти ребята здесь постоянно живут, и мы рассказываем людям их историю, как они вошли во власть, как спонсируют политиков, как лоббируют необходимые им законы. Павел Катыза ничего не боится, говорит, тур организовали после долгих консультаций с юристами. Павел даже готов приехать в Украину и создать подобный тур по местам проживания украинских взяточников. Коррупционные скандалы в Чехии вспыхивали довольно часто, но сажать стали только в последнее время. Вот уже почти год в СИЗО находится губернатор Центральной Богемии Давид Рац. Правоохранительная активность государства, говорит обозреватель Александр Митрофанов, некоторых уже заставляет нервничать. Многие политики обеспокоены тем, что они считают, может быть, зародышем полицейского государства. То есть есть сомнения по поводу того, правильно ли действовала полиция и прокуратура. Но коррупционные скандалы сотрясают не только Чехию. В Италии уже 10 лет прокуратура пытается поймать на горячем миллиардера и политика Сильвио Берлускони, но никак не может. Во время последних арестов в Чехии многие вспомнили события в Италии 20-летней давности. Тогда карабинеры провели операцию «Чистые руки», в результате которой за решеткой оказались политики, судьи и мафиози. Сейчас все вспоминают о том, что да, действительно, начались «Чистые руки». Вся политическая система, извините за выражение, пролетела к черту, а закончилось все «Берлускони». То есть большого оптимизма по поводу того, что у нас будут свои «Чистые руки» в обществе не наблюдается. В свое время во Франции по обвинению в коррупции получил условный срок экс-президент Жак Ширак. Теперь же дело открыто против нынешнего главы МВФ Кристин Лагард. Ей инкриминируют подкупы давления на судью в бытности руководителем французского министерства экономики. В Германии сразу несколько скандалов коррупции обвинили бывшего президента страны Вульфа, нынешнего вице-канцлера и министра иностранных дел Вестервелли, и даже бывшего главу правительства Шрёдера. Его подозревали в том, что будучи на посту канцлера, он лоббировал интересы газовых компаний. Германия в его лице предоставила госгарантии по кредиту в миллиард евро для строительства североевропейского газопровода. А уже в первые дни после завершения политической карьеры Шрёдер устроился на работу в российский «Газпром». Коррупция может быть в любой демократической или авторитарной стране. С той разницей, что в авторитарном государстве такая проблема публично не обсуждается. Но, к примеру, в странах Скандинавии коррупции вообще практически нет. Так что не вся Европа поражена этим недугом. По результатам исследований взяточничеству в ЕС больше подвержены южные страны и новички из Восточной Европы. Например, в рейтинге коррумпированности за прошлый год первые места занимают Дания, Финляндия, Новая Зеландия. То есть страны, где чиновники самыми чистыми руками. Чехия – 54-я. А вот Украина на 144-м месте из 174-х. Россия же занимает 133-ю позицию. Политолог Иржепеги утверждает, для борьбы с коррупцией необходимы действенные законы. Нужно адаптировать уже существующие законы, с которыми брать взятки станет намного сложнее. Например, предоставить больше власти финансовым институтам, таким как налоговые центры. Они смогут отслеживать, соответствуют ли движимое и недвижимое имущество людей их доходам. С одним из самых больших человеческих пороков взяточничеством бороться следует с помощью самого сильного человеческого чувства. Страха. В Чехии, где гремит коррупционный скандал, это понимают все. И пока гроза гремит над пражским градом, страшно становится всем европейским чиновникам. Буря-то пройдет, а вот воспоминания останутся. Анна Гороженко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Про все, о чем обещали, но не успели рассказать, непременно расскажем в следующее воскресенье. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин